В завершении выпуска по традиции интернет-обзор его подготовил Евгений Волков. Ему слово. Тема безопасности на весенних дорогах актуальна сейчас как никогда. Погодные условия затрудняют движение и делают быструю езду еще опасней. Об этом предупреждает Сергей Иванов и публикует запись с видеорегистратора. На трассе Саранск-Нижний Новгород ему вовремя удалось избежать лобового столкновения с лихачом. В паблике доска позора Саранск размещено сообщение Галины Мельниковой из Саранска. Она возмущена благоустройством улиц Молодежной и Мичурина. Отсутствие тротуара и весенняя грязь стали для местных жителей уже неприятными, но привычными явлениями. Вместе со взрослыми экстремальными передвижениями по кочкам и лужам занимаются и дети по пути в дошкольные учреждения. В группе «Давай хвастайся, Саранск» Елена Обманкина разместила фотографию кролика Кузьмы. Питомец удобно разлегся возле подушки. Автора поста поддержала Наталья Масляева со своей Маргошей. Один из болельщиков Оронежского футбольного клуба «Факел» разместил в интернете видеообзор своей поездки в Саранск. Он побывал на матче с командой «Мордовия». Встреча, кстати, завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев пуля. Итак, взгляд на игру глазами фаната. Продолжая спортивную тематику, Юрий Цибусов разместил на просторах интернета видео со своей утренней пробежки. Занятия физической культурой для него на этот раз сопровождались повышенным вниманием местных бродячих собак. По словам автора, они окружили его, и он вынужден был спасаться на трибунах заброшенного стадиона завода «Резинотехника». Мнения комментаторов разделились. Знатоки компьютерных игр увидели на видео атаку чернобыльских псов из «Сталкера». Защитники животных настаивали, что четвероногие виляли хвостами. А противники бродячих животных призывали соответствующие службы обратить внимание на стаю. Наши коллеги с радиостанции «Старт-ФМ» 28 марта отметили ровно год со дня выхода в первый прямой эфир. За это время в гостях редакции побывали сотни известных спортсменов и поклонников спорта. На вопросы ведущих отвечали олимпийские чемпионы, заслуженные тренеры, легендарные ветераны, спортивные чиновники. С днем рождения «Старт-ФМ». Музыкальное поздравление от вашего слушателя Валерия Елистратова и редакционный лайк исполнителю. На этом все. Ждем от вас новых фото и видео.